В Ивановской области стартовала акция помощи жителям Луганска. Во вторник депутат облдумы Роман Ефремов и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Океанская рассказали журналистам, чем ивановцы могут помочь людям Донбасса. В первую очередь нужны медикаменты. В Луганской народной республике 80 тысяч медицинских чуждений, 12 тысяч кое-какомест, как мы сейчас говорим, и с учетом того, что уже больше полутора лет Украина вообще не оснабжает эти территории медикаментами всем необходимыми для членов чуждений, у них появились очень серьезные проблемы. И военные действия, сами понимаете, тоже в первую очередь перепрофилированы какие-то под госпитали, помощи раненым и так далее, все это, конечно, не способствует качественной комплектации медицинских чуждений. Роман Ефремов знает, о чем говорит. Две недели назад он лично посещал Луганск и видел, как люди под постоянным гнетом войны пытаются вести мирную жизнь. Они живут надеждой на помощь из России. Они понимают, что если придут украинские войска туда, то практически никто из них жив и останется. Поэтому они готовы биться за свою родную землю. В больницах Луганска будут рады любым медикаментам. Многие лекарства уже давно закончились. Ощущается нехватка мягкого инвентаря, постельного белья, матрасов, одеял, подушек, а также перевязочных материалов. Все это, надеются куратры акции, и вановцы помогут собрать для жителей Луганска. В помощи нуждаются и дети. Такая инициатива благотворительной акции под названием «День знаний в Новороссию» появилась. Что представляет из себя эта благотворительная акция? Это благотворительная акция по сбору школьных принадлежностей, канцелярских товаров, то есть это краски, пластилин, альбомы, ручки, ластики, линейки, готовальни с циркулями, ножницами. Все то, что нужно необходимому ребенку в начальной школе, в среднем, в среднем и в старших классах. Акция продлится до 21 июля. Пункт сбора медикаментов, белья и канцтоваров будет организован на базе Ивановского дома национальностей. Поучаствовать в формировании гуманитарного груза в Новороссию может каждый неравнодушный к проблеме. Любая посильная помощь может принести пользу тем, кто действительно нуждается в ней.